Андрей, ты спишь? Нет, конечно. Заснешь тут. Слушай, Бог с ней, с твоей теткой, с твоими родственниками. Поехали в Париж. Ты опять об этом? У нас дробь за стеной, я заснуть не могу. Слушай, ну какой ты чувствительный. Знаешь, о чем я думаю? О чем? Ну вот, поеду я с тобой. Будет у меня одна судьба. Оставлю тебя в Орле и поеду в Париж. У меня жизнь пойдет совершенно по другим рельсам. Как раз вот в эти минуты вся жизнь решается. Слушай, остался тебе этот Париж? Ну ты что? Ты же огромный город, это большие деньги, большие возможности. И русских там побольше, чем во французской провинции. Ты пойми, ты глупый, мы теперь эмигранты. Если хочешь начать приличную жизнь во Франции, надо держаться подальше от русских. От друзей новых заводить только среди аборигенов, иначе ты не выживешь. Не знаю, Париж это самый красивый город. А женщины там какие? О, поживешь вместе с другом, в Орле потом переберешься в свой Париж. Нет, 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 потом будет, потом будет сложно. Провинциальная жизнь, она затягивает. Влюблюсь в кого-нибудь и никуда не поеду. Не, поеду-ка я, брат мой Андрей, в Париж. Вместе с трупом. А что делать? Отличная идея. Вот тогда-то тебе и придется давать показания. Я думаю, что завтра проводник-то его заставит подняться. И начнешь ты свою новую жизнь во Франции. С кутузки. Я подумаю. Подумай, подумай. У тебя вся ночь впереди. А там Елисейские поля, Амадр. Белая тетушка, своя спальня и утренний кофе. Площадь Наполеона и Гранд-Оператор. Сырные булочки и преферансовичка. Сырные булочки и преферансовичка.